Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Новгород, лечебный девятый дождь, поющий композитор, продюсер, Александр Добронравов в гостях. Саша, здравствуй. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Рома, Люба, привет. Со мной замечательная группа. Рома, ты представишь или мне? Я скажу, я представлю, ребят, ты расскажешь, как ваши пути творческие пересеклись. Итак, у нас в гостях участники вокальной группы «Пятеро» Антон Иванов и Евгений Сапилов. Ребята, здравствуйте. Добрый вечер, рад быть с вами сегодня. Здравствуйте. И тут ваш выход, Александр Маэстро. Прошу. Ну, мы познакомились на совместном, так сказать, записывании моей песни. Ну, это получилось такое общее наше обоюдное желание, потому что мы в одной профессии ребята учились на дирхоре. Я тоже учился на дирхоре. Ну, у нас определенная, конечно, разница в возрасте. Вот. Но была предложена песня, которую я написал какое-то время назад на стихи Михаила Саевича Танча, которому исполняется в этом году 100 лет. Вот. И ребята откликнулись. И самое главное, что и песня-то имеет конкретное и определенное название. «Мир принадлежит молодым». Вот с этими замечательными молодыми ребятами, которых пятеро, так они и называются, идут по жизни. Вот. И этот квинтет, он действительно соответствует и названию, и настроению, и молодости. И вот эта песня, которую мы записали совместно, я считаю, что сегодня мы ее услышим, она имеет, думаю, что такую вот очень хорошую и большую перспективу. Поэтому спасибо, ребят, вам, что вы откликнулись. Это очень круто. Не, на самом деле, у нас история знакомства гораздо дольше. Мы вот вспоминали, что мы были у Александра в гостях на радио в эфире году, наверное, в 2014 или 2013. Да вы что? Вы сейчас мне напомнили. Да, 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 да. Александр Андреевич. А я же был ведущий. Да, 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 да. Мы были у вас в гостях именно в передаче. Авторская программа, да. Да, но, видимо, тогда мы не особо ярко на себе про себя сказали, как-то заявили, да. И сейчас, конечно, для нас большое счастье, что рядом с таким именно потрясающим музыкантом, да, и композитором, и певцом, то есть Александр в себе сочетает очень много качеств такого, в хорошем смысле, наставника. Потому что, когда впервые нам показали эту песню, мы поняли, что в ней есть большой энергетический запал, что оно называется «Мир принадлежит молодым», и что это не пустые слова, а они подкрепляются и музыкой, и прекрасный текст Танича. И мы поняли, что для нас это хороший шанс, во-первых, приблизиться к великому Александру Добронравову, к его музыке, да, к словам великого Танича, и что на выходе все получили большое удовольствие от процесса. Петь для пятерых. Да, там есть реально, где показать свои вокальные данные, есть, где продемонстрировать многоголосие, это то, чем славится именно группа пятера. Есть, где показать проникновенную лирику, да, и какой-то краской голоса. И, соответственно, каждый нашел, и среди группы пятера нашел в этой песне то, где себя можно проявить. Это очень интересно. Как это происходит? Смотрите, Александр говорит, вот есть песня, аранжировку уже сделал. Или давайте совместно что-нибудь разложим на пять голосов. Александр, да, показал песню и сказал, что есть вот такой материал, есть такая аранжировка, подумайте вообще, как слышат ли вы эту песню в своем исполнении. Вот мы устроили, конечно, мозговой штурм, чтобы понять, прикинули, приехали на студию, чтобы понять, как нам отложится эта песня по голосам, в каком составе лучше петь, кто будет петь какие сольные куски. И большое спасибо Александру, что он нам доверил, но не практически разложить самим песню, но очень был широкий выбор именно фрагментов, которые мы можем взять на себя. Потому что обычно, когда дуэт от такого маститого исполнителя и молодого коллектива, то обычно там молодежь поет в припевах аккуратненько. Гедовщина такая. Да, культура и гедовщина. Говорят, кому что делать. А здесь была свобода определенная, и это нам очень понравилось, и мы благодарим за эту возможность. И песня, на мой взгляд, прям получилась яркая. Ну да, но мы же даже на зрителя попробовали один раз, буквально в пятницу, да, это было? Да, на концерте Лесповалово в Золотом кольце. Ребята вышли, приехали, они ехали из Подольска, молодцы, так прямо оперативно все, прям сжато во времени, приехали вовремя, все красиво. Вот, и мы вышли, и я спел вот как сегодня, кстати, тот же репертуар. Не хлопай дверью, вот, и потом даже у нас там мем возник в сторис, не хлопай дверью. Потише, дверь закрой, ты не хлопаешь. Да, да, да. Вот, и потом я уже представляю, ребята выходят, и все, и мы спели, запремьерили, то есть было все очень круто, по-доброму. Насколько я понимаю, песни, стихи песни написаны давно уже, то есть она ждала просто своего часа своих исполнителей. Ну, даже можно вспомнить, когда у меня сборник Михаила Исаевича, он мне подарил сам и подписал этот сборник стихов замечательный, и вот оттуда я начал цеплять песенки потихонечку для себя. Для своего репертуара. Да, вот я делал такой гражданский альбом, то есть не лисповальский, не шансонный, жанровый, а вот именно такая гражданская лирика. Там же и территория любви, и мужики, и друг погиб, и Россиюшка, то есть вот, и Цимис, все песни, которые звучат на радио, на нашем, на шансоне, да. И вот «Мир принадлежит молодым», она, пожалуй, одна вот из таких песен, которая, может быть, и не звучала, потому что она ждала своего часа, она ждала именно молодых. Они пока учились еще, да. Принадлежит этот мир, да. В Академии Попова, да, они ждали тоже. Да, да, да. И вот так вот именно, наверное, это вот есть у каждой песни своя музыкальная судьба и история. Поэтому вот я думаю, что именно так с этой песней. Это был, наверное, 2007 год, да, 2006-2007. И там же «Арбузы-гарбузы», там очень много именно песен из этого сборника. И вот так вот, я считаю, что, ну, просто так вот встали звезды, и судьба у каждой песни вот именно такая. У этой песни такая. Ребята, я вам просто, ну, безумно благодарен. Ну, это взаимно. А давайте спросим, а какие из песен Михаила Танича ребята знают и любят? Потому что Михаил Саевич много-много-много написал. Ну, мы на самом деле поем песню Комарова на стихи Танича. На недельку. Да, да, да. И у нас тоже своя авторская аранжировка, вот Женя ее делал как раз. И поэтому эта песня, ну, то есть, как бы, Танич с нами идет по жизни. Я даже уверен, что не все в группе знают, что это именно слова Танича. Потому что, как бы, она такая, ну, не народная, конечно, да, но у нее такая история очень всеобъемлющая. Вот. Ну, разный материал Танича, конечно, мы их слушали. Я понимаю, что не все, наверное, мы можем исполнять, потому что есть определенные какие-то, ну, стерилистические моменты и вкусовые. Вот. Но мир принадлежит молодым, нам очень подходит. Да, это вообще. Как никому другому. Здоровский диалог у нас получился. Да, потому что там есть прям проекция, как есть история такая внутри песни, которая явно показывает определенные линии. Там идет диалог такой. Да, там диалог идет. Первый запев поют ребята. Самый юный участник, наверное, да? Да, да, да. Там был Даня, мы специально выбирали, чтобы он начинал, потому что, чтобы у нас был разбег такой по возрасту. Да. Да, во втором Александр отеческий отвечает, что есть к чему стремиться в жизни. Сынок, все будет хорошо. Потому что когда исполняешь песню, это всегда очень важно, когда ты не просто ее исполняешь, потому что там написан такой текст или музыка, важно, чтобы ты вот на сцене переживал это. И вот как раз, когда мы делали премьеру, это получилось. Ну, потому что есть драматургия определенная, да, есть история. Не просто текст, а именно вот прям вот рассказ такой жизни. Ребят, вот когда выходит хороший фильм, все требуют продолжения. Когда выходит хорошая песня... Все тоже требуют продолжения. Все спрашивают, ну вот раз так все здорово, а может быть еще совместное что-нибудь задумали вы? Я думаю, что этот опыт будет продолжен. Есть у меня одна задумка. Я сейчас не буду все карты открывать, но вот есть у меня один номер в большой моей работе на стихе Роберта Рождественского. Я вот думаю, что там также мы попробуем это сделать, и будет такая вот подача, именно вот как мы сделали песню «Мир принадлежит молодым». Там большая работа из десяти номеров, рок-оратория, вот. Ну, сейчас вот мы работаем как раз, и вот хочу ребятам предложить, они даже еще... Мы даже не знали про это, да. Сами, наверное, да. Только что, да, родилась. Только что, да, да. Мы с Рождеем перемегнулись, поняли, что есть... Есть контакт. Куда стремиться, да. Ребят, вы только 15 минут у нас. Подождите, мы... Давайте больше вопросов, Роман. К концу эфира, может быть, и альбом появится. Ну, альбом, не знаю, но все может быть. Вот, просто у нас... Да все может быть. Просто альбом, может быть, сегодня... Синга сейчас, да, выпускается больше. Да, не стрим-история, как бы. У нас сегодня немножко время... Мы надеемся, что дружить мы точно будем. Да, конечно. Просто общаться и даже встречаться. Ну, потому что Александр обладает очень доброй энергетикой, да, и мы, на самом деле, тоже обладаем очень доброй энергетикой. А в шоу-бизнесе очень немного людей, которые такие открытые. Обладают доброй энергетикой. Ну, потому что жанр, видимо, подразумевает конкуренцию такой нездоровой, какие-то подпольные игры. Да. И, соответственно, люди из-за этого в какой-то там зиготе, я не знаю, находятся в таком панцире, да, и ты не достучишься до настоящего человека. Вот. А с Александром история очень искренняя, и это очень приятно, потому что... Ну, у нас пять человек, у нас у всех свои характеры, а Александр располагается с первой секунды к каждому, и это прекрасно. Ну, друзья, если у вас есть вопросы к Александру Добронравову, если у вас есть к участникам, участников группы «Пятеро», о чем спросить, тогда знайте. Плюс семь девятьсот девять, девять пять пять сто три и ноль, СМС, Ватсап, Вайбер. Мы сейчас послушаем песню «Стас Михайлов» на радио «Шансон», ну, а потом вернемся. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Друзья, шоу «Полезное время» продолжается. У нас в гостях композитор Александр Добронравов и участники вокальной группы «Пятеро» Антон Иванов, а также Евгений Сапилов. Вопросы есть, насколько я понимаю, от слушателей радио «Шансон». Диана из Москвы спрашивает на концертах всегда, а исполнителям дарят подарки не только цветы, самый необычный подарок, который вы получили от слушателей. Ну, у нас как-то на сегодняшний концерт «Кремлевский дворец» одна наша поклонница из города Альметьевска привезла пять пар валенок с логотипом группы «Пятеро». И после концерта, когда там все фотографируются, дарят цветы, вот она вынесла эти пять пар валенок. Мы очень много у нее спрашивали, как она их привезла, в самолете или в поезде как, потому что они очень объемные. Она еще их в Кремль занесла на минуточку. Да, да, да. И еще у нас тоже в Кремле нам, мы сотрудничаем с благотворительным фондом и даже проектом «Учим, знаем». Это помощь деткам, которые лечатся. У них проводятся там разные образовательные вещи. И вот подопечные этого фонда нам сделали такой большой, не знаю, полтора метра на метр панно. Там были расписаны от руки всякие плитки. И наша, собственно, фотография была в середине. И нам тоже в Кремль это принесли. Она весит килограмм, наверное, 25. Ничего себе. Да, и мы после концерта вот такие усталые на комано скидывались, кто это будет нести домой, потому что очень массивный подарок. У кого дома хранится панно? У меня на даче сейчас. У меня на даче. Я не знаю, как она там лежит, но вот собираемся. Валенки как? Валенки мы использовали. Носится? Да, ну потому что они настоящие сибирские валенки. Да еще и с логотипом. С логотипом, да. Красота. У Антона дачи мы туда все обычно всегда собираем. Да, в музей по чудесу меня. А Валенки, это та песня? Валенки, да? Да, у нас есть просто авторская версия валенок. Там мы дописали текст, переделали аранжировку, все. Да, наверное, вот как бы сыграло... Ой, они подшиты. Сталинки, да. Ну, на основном интересно именно. Отлично. Александр, у вас? Ой, ну у меня всегда вот, сколько я себя помню, продуктовые наборы мне дарили. Вот обычно на Ставрополье, в Брянске очень любят вот прямо такие вот продуктовые корзины. И прям корзину выносят. Спасибо, Александр, за ваши песни. А это, чтобы вы, так сказать, в Москве нас не забывали. И там, соответственно, и хруст французской булки, да-да-да, и шампанское, закат и переулки. Все на свете, да. Ну, очень практично. Ну, конечно. Да-да-да. И поэтому я уже... Вот, ну, конечно, там с юности, уже с профессиональных моих лет, это еще конец союза. Там были, конечно, кошечки, собачки, вязанные какие-то тапочки, там, шарфики. Это все да. Ну, каждому участнику. А потом уже вот так вот. Какие-то картины даже, какие-то панно. Ну, вот все, что вот вызывает интерес в памяти, это, конечно, продуктовый набор. А кошечки, собачки, щеночки у вас были, да? Нет, 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 ну, такие вот, мягкая игрушка. Нет, ну, это традиционные, да, вещи. Но все равно очень приятно, а некоторые хранятся у меня дома, и я, конечно, храню как память, и спасибо огромное нашим поклонникам. Конечно, ради них все это делается. Да, конечно, ради них. Юлия пишет вопрос. Добрый вечер. Вопрос к ребятам группы Пятера. По какому принципу вы выбираете участников эфира, если нет возможности прийти всем пятерым? Ну, мы скидываемся, скидываемся. Нет, на самом деле, сложно просто собираться постоянно всем в пятером, потому что у всех есть какие-то свои, там, походу, спортзалы, театры и так далее, культурная жизнь. Вот, поэтому мы спрашиваем, кто, во-первых, готов морально и физически, это очень важно, вот, для диалога, для беседы. Вот, и потом приходят просто мы с Женей, так, собственно, вопрос закрывается. В общем, самые активные это вы, да? Да, да, сами пассивные. Давайте передадим привет всем участникам. Насколько я понимаю, Павел Киселев, отвечает он за партию баритона. Также у нас отсутствует Даниил Борудкин, это эстрадный вокал, и Евгений Гаранин, у него универсальный голос, насколько я помню, он может и партию тенора петь, и басом. Да, баса-тенор мы его называем, но они не отсутствуют, они, вот с Павлом мы встретимся буквально через, наверное, минут 30, мы сейчас пойдем на презентацию одной модной марки одежды. Вот, с ребятами мы были вчера, записывали вокал для новой песни, может быть, она когда-нибудь прозвучит в эфире Радио Шансон, мы будем это очень рады. Старайтесь, да, записывайте. Да, ну, может быть, сейчас вот для этого будет повод. С ребятами просто увидимся каждый день. Я маму свою вижу там в разы реже, да, чем ребят, вот, но это не мешает нам радоваться общению друг с другом. Надо сказать, что Антон Иванов в команде отвечает за конферанс, мы уже поняли. У тебя партия тенора тоже, да? Тенора, да, но вот в последнее время я больше говорю, чем пою. Не дают петь? Ну, просто каждый находит, видимо, свою сильную сторону, да. В этом Антон лучше, да. А у Жени, у него еще битбокс, насколько я, если не путаю Жени. Да, у нас есть такая концепция, что мы исполняем часто концерты в формате акапелла, и здесь у нас есть точное разделение такое вот именно про то, что вы сказали, там, тенора, баса-тенор. Да, но мы завтра будем сольной программой акапельной в Иваново, вот, и там Женя как раз будет показывать свой битбокс во всей красе. Ой, а можно Жене сейчас чуть-чуть покажет битбокс во всей своей красе? Бieu, полезное время. Браво! Сложно это? Я тоже так почу научилась. Я уже просто не помню, сколько лет я этим занимаюсь, поэтому для меня вообще, нет, не сложно. А как начинается это? Скажи, вот ты чувствуешь, что можешь, как в себе это открыть? Да, для начала нужно осознать, что ты уже не человек, ты уже являешься либо барабанщиком, либо драм-машиной, и здесь в первую очередь важен склад ума, какой у тебя, потому что просто издавать звуки хаотично это не проблема, гораздо сложнее и вовремя, и в нужном порядке это делать, а вот это уже развивается долгим-долгим упорным трудом, прослушиванием музыкального материала всевозможного и практикой. Рома, ты музыкальный материал прослушиваешь очень активно и в большом количестве. Подожди, подожди, у меня вопрос. В Академии музыки имени Виктора Сергеевича Попова как-то пригодилось тебе это, или ты тогда еще этим не занимался, или там это преподают? Ну, я, возможно, когда-то буду там это преподавать, шутка. На самом деле, просто увлечение. Так как мы начинали все в Академии, там было хоровое пение, и в свободное время нам хотелось попеть что-то такое, но более веселое. Вот, и мы брали какие-то аранжировки, пытались их с помощью вокала как-то разнообразить. Собственно, так пошло-поехало, плюс были какие-то зарубежные аналоги, которые уже там на Западе появился битбокс, уже активно это стало модным. На Ютубе и в интернете везде появились видео с битбоксом, соответственно, как сейчас. Если ты хочешь чему-то научиться, ты открываешь соцсеть видео, вот, открываешь и смотришь, и учишься. Сейчас все доступно. Рома, я знаю. Я знаю вот что, Любаш, если в песнях Александра Добронравова появится битбокс, мы будем точно с тобой понимать, кто его этому научил. Потому что что? Мир принадлежит молодым. Но я вам могу, ребятки, сказать и напомнить наш опыт битбокса, когда я делал то же самое, что Женя. Бобби Макберрин еще тогда начал подмешивать. Да, да. Мы, кстати, с ним параллельно записывались на одной студии в городе Нью-Йорке. Это был 1994 год. Группа А-студио аккомпанировала, а мы записывали с Сережей. Крыловым тогда альбом. Ту самую песню, на которую я подумал. Да, кстати, да. Грузинский. Нет, грузинский рэп. Ну, осень тоже была. Грузинский рэп. Да, да. И вот грузинский рэп, это была единственная песня. Это был 1995 год, который мы исполняли как вот такой номер, именно битбокс, да. И Сережа, он же крупной формы, а я вот именно на ритме. И поэтому, ну, конечно, проходило всегда на ура и грузинский рэп, но там еще текст, там надо слушать. Да, поэтому... Есть у вас повод, друзья, переслушать грузинский рэп. У нас пока сейчас новая песня в эфире Радио Шансон. Давайте мы послушаем, насколько классно, что мир принадлежит молодым. Друзья, это шоу «Полезное время» на Радио Шансон. Не так давно мы послушали чудесную песню «Мир принадлежит молодым» в исполнении Александра Добронравова и участников вокальной группы «Пятеро». Они сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Песня получилась очень жизнеутверждающей, очень светлой. И вот, не знаю, как Люба, я хочу продолжение вот этого сотрудничества, потому что очень правильная какая-то энергетика. И мне кажется, слушатели Радио Шансон тоже присоединяются. Люба поддержит. Более того, мне кажется, это такая абсолютно гимновая история. Я лично вижу какое-то масштабное молодежное мероприятие, где вы феерично, с огромным количеством людей, таких же жизнерадостных, закрываете какой-то вот фестиваль молодежный. Ну, я считаю, что эта песня вот в нашем таком составе и таком презентейшн, я бы сказал бы, что она подходит на любой канал и на любую программу. Я могу быть неправ, конечно, но здесь просто сама правильно, Рома, как ты сказал, энергетика этой песни и общее вот это вот движение наше, оно не дает даже повода усомниться в том, что это не так. Потому что мир принадлежит молодым нашим ребятам, вот. И, конечно, и финал может быть этой песни, и начало, и открытие, да. Поэтому, Люба, очень правильно именно подмечено вот именно направление этой песни. Поэтому спасибо огромное за предоставленную возможность нам показать. Вот, и спасибо, конечно, Радио Шансон за премьеру именно этой песни. Это вам спасибо, что вы творите, создаете и находите эти песни, которые были написаны много-много лет назад. Ну, да, спасибо ребятам, конечно. Они вложили душу и очень красиво сделали именно музыкально. Потому что все-таки Дирхор – это наше все. Да, знак качества. Поэтому очень здорово. Дирхоры будут ли теперь на концертах исполнять все это произведение? Конечно, будем. Я думаю, что мы уже обсуждали вопрос по поводу 21 мая, будет большой Кремлевский концерт, называется, по-моему, «Славься, Отечество» программа. И, скорее всего, мы там выйдем, например, на Кремлевскую сцену с этой песней. Ну, было бы здорово. Да, да. Ну, а так, конечно, будем исполнять, потому что у нас очень много, на самом деле, таких больших площадок, где мы поем, и такой песни нам не хватало. И здесь не просто, как бы не случайно. Мне кажется, везде какое-то проведение есть, которое помогает людям встречаться, какому-то творчеству рождаться, и потом все воплощается в жизнь. Главное мечтать, ждать своего штанца, своего композитора, вот, и все будет хорошо. Спасибо, Антон, спасибо. У вас есть сайт, давайте слушателям Радио Шансон расскажем, где вас искать. Пятеро.ру, ну, больше активнее у нас группа в соцсетях, ВКонтакте. В соцсетях. И там мы стараемся какие-то веселые моменты выкладывать, потому что очень много серьезного в жизни, очень много разных там вещей, а вот такие неформальные, веселые моменты, мы стараемся их, наоборот, поднимать, чтобы люди видели, могли там минуту своего времени в день потратить, посмотреть и послушать правильную музыку. А когда можно будет послушать вашу музыку? Может быть, какое-то мероприятие будет в скором времени? Завтра у нас будет концерт в Иваново, в городе Невест, у нас пять мужчин туда поедет. У вас пятеро, ух! Девчонки! Да, да, да. Поэтому у нас завтра в 7 утра уже будет ласточка, которая нас повезет в сторону Иваново. 25 апреля у нас будет концерт соль на Москве, в клубе Магнус Локус, тоже будет программа, которая называется «Нано-акапелла-перезагрузка», то, что показывал Женя, битбокс. Как раз все, что мы будем там исполнять, это будет без музыкального сопровождения, без музыкальных инструментов, только наши голоса. Это то, с чем мы там выигрывали международные конкурсы, получали различные премии. Ну а так, я думаю, что надо следить за анонсами на наших соцсетях, на сайте, и приходить, слушать музыку. И я уверен, что с Александром мы там уже будем встречаться на концертах, потому что наш союз должен быть впереди планеты всей. Да, это очень важно, потому что вот именно взаимопонимание, связь поколений, ну все, что угодно, вот в данном случае оно вот именно так сошлось. Потому что я чувствую направление, вот я чувствую успех ребят, вот это очень важно. Потому что, ну, сегодня, по-моему, не каждый второй поет, а каждый первый. Все пытаются. Да, да, и это здорово, вот это не как замечание, а это как восторг, вот. Но среди всех прочих есть профессионалы, есть люди, которые собираются именно по настроению, по своим убеждениям и по таланту. Поэтому вот мы здесь сошлись именно так. Вот, да, и песня объединила, и Михаил Исаевич, опять же, вот, и просто так вот, как-то так вот сошлось именно по... Общий музыкальный язык какой-то такой совпал. Да, да, да. Это важно. Потому что вот вы говорите, многие делают музыку, но все разговаривают на самом деле на разных языках, то есть музыка теперь, сейчас, в данное время, она абсолютно разная, там, мы прекрасно слышим, что там исполняется везде, вот. Но наш язык совпал, это очень важно, то есть мы понимаем то, что вы хотели сказать, мы можем сказать тоже на таком же языке, и это важно. Да. Я очень надеюсь, что осенью, может быть, чуть позже у вас будет что-то совместное, как раз уже в то время, когда юбилей Михаила Исаевича, столетие, вот как раз подумайте, время, еще есть, дорогие друзья, мы благодарим наших гостей, и хотим сказать, что в восторге от вашего совместного творчества. Спасибо. Спасибо. Спасибо судьбе, что вы друг друга встретили. Что касается группы Пятера, не забывайте, что это не только прекрасные исполнители, это еще и музыканты, которые сами создают музыку. Антон, я ничего не путаю? Все правда, да. Все есть авторская музыка. Есть, конечно. Заходим, смотрим. Вдохновение вам, как творцам, хорошего, уверенного бита, Жень. Спасибо. Потому что музыка эта штука ритмичная, и мы тоже ее с удовольствием. Пусть весна наполняет вас хорошим настроением. Более того, мы очень рады знакомству. Да, это очень приятно. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, я напоминаю, что все программы, которые выходят в эфире Радио Шансон в рамках Полезного Времени, можно посмотреть потом на нашем канале в Ютьюбе. Если вы хотите стать гостем Полезного Времени, пишите нам pvsobachka.shanson.ru, и мы пригласим вас в эфир Радио Шансон. Спасибо нашим гостям. Прощаемся. До завтра. Любовь Володина. Роман Шаков. Это было прекрасное, мелодичное, полезное время. Счастливо. Пока. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.